Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Я с большой радостью прибыл на Екатеринбургскую землю в год, когда мы вспоминаем 400-летие дома Романовых. Эта царская династия пришла к власти после решающей битвы за независимость нашего Отечества, которая состоялась на исцелете так называемого «смутного времени», в результате чего страна была освобождена, по крайней мере, значительная часть страны была освобождена от иноземной оккупации, и у русского народа появилась возможность избрать законную власть. Иноземском соборе был избран Михаил Федорович Романов, молодой совсем еще человек из благочестивой и хорошо всем известной боярской семьи, который положил основу династии, правившей более 300 лет. Среди государей и государынь были выдающиеся люди, и если даже и были среди них менее удачные и менее способные к правлению, то все они служили Родине своей и народу своему. И мы знаем, что из небольшого государства в течение этих 300 лет страна наша стала великой державой от Балтийского моря до Тихого океана. И особенно в последние годы правления государя императора Николая II до начала Первой мировой войны Россия явила чудеса экономического, социального и политического развития. В ближайшие десятилетия Россия могла стать лидером всего мира. И происходило это ненасильственным путем, без лагерей, без тюрем, без насильственной коллективизации. Это проистекало из народного потенциала, который действительно раскрывался в те годы в России. Но мы знаем, что война, которая была направлена в первую очередь на ослабление мощи российской державы, повлекла за собой революционные события. Затем раскол нашего общества, гражданскую войну и все тяжкие последствия, которые пережил народ наш в тяжелом 20 веке. Мы, кроме того, вспоминаем сегодня 145-летие со дня рождения государя императора Николая II и 95-летие со дня его мученической кончины. Это дает нам возможность подумать об истории нашего Отечества, о трагедии нашего народа. Еще раз вспомнить о духовном подвиге государя императора Николая II и его семьи, который явлен был в принятии смерти таким образом, как надлежит ее принять любому христианину. В незлобе и в спокойствии, в прощении врагам, в полном смирении и в предании души своей и тела своего в руки Божьей. Поэтому и прославляем имя Святаго Страстотерпца Государя императора Николая II и его семью. И на этом месте, в Ганиной яме, где совершено было тягчайшее преступление по сокрытию этих останков, останков Страстотерпцев, ныне воздвигнут замечательный монастырь. И в день, когда мы вспоминаем все эти события на Екатеринбургской земле, освящен был фундамент возводящегося храма в честь державной иконы Божией Матери. Наверное, те, кто убивал царскую семью, кто старался истребить их тела и полностью вычеркнуть все, что произошло из истории, руководил, с одной стороны, страх, а с другой стороны, ненависть. И действительно, на стороне тех людей была власть и была возможность распоряжаться судьбами в том числе и плененного государя, императора и его семьи. И казалось бы, что последующие десятилетия легли на память этой семьи подобно огромной бетонной плите, через которую не может прорасти зеленая трава. И многим казалось, что память истреблена а если и сохраняется только в качестве предмета насмешек и поруганий. И мало кто мог себе представить, что память жива в народе. И еще тогда, когда существовала политическая система, которая противопоставляла себя и царской семье, и отождествляла себя с крайне отрицательными оценками жизни и деятельности почившего государя и императора, еще в то время началось поминовение государя и его семьи, почитание того дома ипатьевского страшного в Екатеринбурге, где произошел расстрел. И сегодня мы видим, что народ с глубокой верой почитает память почившего государя и его семьи. И возникает вопрос, а как все это стало возможным? И приходят на мысль слова Великого Пасхального Песнопения Кондака Святой Пасхи «Аще его гроб снишел еси бессмертнее, но адову сокрушил еси силу». Господь своим воскресением сокрушил силу ада. А это значит, что всякое зло, которое присутствует в человеческой истории, не может иметь окончательной победы. Оно уже побеждено. Победа зла временная, скоротечная, особенно в масштабах истории. И как явственно всем нам это свидетельство о сокрушении адовой силы через прославление царской семьи. Как удивительно пробились через ту бетонную плиту, которой пытались закрыть всякую память в истории нашего народа о правде тех лет. Пробились зеленые расточки. Расточки жизни. Для того, чтобы иметь крепкую веру, нужно уметь читать историю, видеть знаки Божьего присутствия. Нам иногда кажется, что то, что происходит, необъяснимо. И люди отмахиваются от всяких попыток объяснить, в том числе и то, что произошло с нашим Отечеством в 20 веке. Но мы, верующие люди, понимаем, что зло было наказано и разрушено именно потому, что Христос воскресший сокрушил адовую силу. А что все это означает для нашей современной жизни? А это означает, что мы должны жить со страхом Божьим в сердце, не делать зла, не нести лжи с собой и неправды. Нам иногда кажется, что то, что мы делаем, плохого, гадкого, об этом знаем только мы или, может, какой-то узкий круг людей, и что никогда никто ничего об этом не узнает. Опыт в жизни показывает, что все становится явным. И история дает удивительно правильные оценки историческим личностям. Несмотря на огромные попытки исказить историю. Я очень рад всех вас видеть, мои дорогие. С особым душевным чувством я посещаю это место. И сейчас молился вместе с вами. И завтра мы сегодня еще и завтра продолжим эти юбилейные торжества на Екатеринбургской земле. Пусть Господь хранит всех вас, укрепляя в вере православной, в чистоте жизни, в чистоте помыслов, в таком образе мыслей и образе действий, которые бы соответствовали всегда Божьей правде. А если когда-то и у кого-то что-то не получается, если враг искушает, если кажется, что зло непобедимо, вспомните Ганину яму и вспомните удивительные слова пасхального песнопения. И Адову сокрушил Есесилу. И эти воспоминания, как и эти слова, способны помочь нам воспрять духом даже в самых тяжелых жизненных обстоятельствах. Пусть Господь хранит Отечество наше, землю Екатеринбургскую, и всех вас! Христос воскресе! Песня. 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 ЛС. Песня. Субтитры создавал DimaTorzok